Короче, к нам пришла самая невероятная певица, золотой голос России, лучшая исполнительница трека Пиглины, прекрасная, великолепная. Я хотел, кстати, чтобы в это время модераторы еще и кидали ссылку на ее соцсети, но я забыл им это рассказать, поэтому я думаю, она как-то справится сама. Иван! Значит, я как ведущий и как мастер-шеф-гений, во-первых, ну хочу у тебя мнение спросить, да, вот, ну, мой топовый кабинет. Бля, ебаный! Мне больше понравился ЛГБТ-флаг, конечно. Абсолютно, абсолютно, потому что мы поддерживаем, да. Давай, давайте, вот, вот так, вот так. Ура! Так, дальше, пожалуйста. Значит, так, это происходило так. Моя мамочка, я когда был маленький, она меня водила в гости, вот, к своим друзьям. И вот величайшие друзья семьи, это вот есть... Средний ребенок. Да, это средний ребенок. Значит, есть ребенок постарше, меня, меня постарше. Че случилось, Пуксик? Поведи-ка, поведи-ка. Пуксик, что с Громой? Что ж, ребята, не пропадаем. По огромной семье. Есть еще старший ребенок, мы с ним как раз-таки и ведем проект Атура. Он занимается написанием текста. Он пишет в 40 лет, очень талантливый, повел меня во всю эту музыку, завел меня, я уже не вылезла. Вот, и есть еще младший, он менее талантливый у нас, но не менее смешной чувак. Вот, очень много времени в детстве мы проводили вместе, сейчас Килл вернется. Мы покажем ему наши супер кринжевые фотки, расскажем интимные подробности всего, что у нас происходило в детстве. Весь этот кринж всплывет вот туда. Вот, в какое-то время мы не общались после детства. Так, иногда связывались, виделись, и потом приходит идея Кириллу написать. Появляются игры, ну, как я поняла, я особо не разбираюсь в Майнкрафте, точнее вообще. Не поверите, я в жизни в него не играла, я максимально тупая во всех понятиях. Больше половины не понимаю того, что вы можете писать. Вот, поэтому, да, и мне пишут, давай сделаем трек. Вот такая-такая эта идея, прислал мне кучу каких-то понятий, откуда появились эти пиглины, кто они, что они, куча всяких фотографий, видео, какие-то скрины с игры. Я слушаю вот так, бах, вот, и понимаю, что это интересно, потому что я это не знаю, я в этом никогда не разбиралась. И такая, ну, надо углубиться, надо постараться. И мы что-то так окунулись, и потом оказалось, что даже ей будет видео, его подстроят под текст, совместными усилиями пишется текст. Потом, пока выбираем время для записи, мы видимся, вау, эффект, пока там отслали демки, что-то там пробовали, куда что добавить. Вроде все было замечательно, мы приезжаем и понимаем, что на студии это не просто замечательно, это охереть, как замечательно получается. Такое вот слияние голосов у нас случилось, даже вот настолько мы сошлись, звучало просто вот восторг, даже пока это было еще не сведено, просто в рабочем. Мы вот это все слушаем и думаем, бля, это, это пушка, вот, так что мы очень рады, очень рады, что вы оценили нашу работу. То же, что настолько круто, все это получилось, и вот вернется наш замечательный мужчина, и мы кое-что вам проспойлерим, кое-что, вот. А так, из детства, Кирилл был постарше меня, намного, и есть, в смысле я сейчас заросла до него, вот. Вот, играл, развлекал, уже тогда мы ловили такой вот общий байб, сходили, даже пока мне было 5 лет, он был постарше, но мы, у нас была связь такая, телепатическая, мы тогда уже тусили вместе, понимали друг друга с полуслова, и вообще, да. Чуть-чуть, если про меня, в мир музыки я вошла очень рано, уже в 5, все, начала петь в хоре, потом поступила в театр, и все это время мы общались с Кириллом, поддерживали какую-то связь, ему очень нравилось то, чем мы с Игорем занимаемся, он всегда нас поддерживал, принимал даже в этом участие, вот, то есть он не менее музыкальный парень, и когда на студии я слышала, то есть мы какое-то время там не общались, я не знала, что кто-то поет, там что-то читает, да, я слышала у него, там, лимузин, я тогда просто охерела, я думаю, вааа, чувак может, и это просто, ну, восторг, я думаю, бля, если это будет фит, это будет, ну, более чем у крыски, подозрение на рак, представляю, да, это все другие. Ей сделали рентген, и у тебя подозрение на рак у крыски, но не факт, я не верю. Но это операбельно? Да, вряд ли, на легком, типа, если бы у нее просто была опухоль, что ты успела рассказать? Рассказать, как как у себя кринжевали в детстве. Ааа. Да, я еще не рассказала, в 5 лет я заявила, что я выйду за тебя замуж, и об этом и не знала. Так. Но я заявила всем, но твоя мать знала. И мне не рассказала. Да. Мне не рассказала. Все смеялись, а ты нет. Ну, короче, я, я так вам ее представляю, и Соня ее представляла, ну, кто, кто придет, вот кто это? Я говорю, ну, типа, я бы сказал бы даже сестра, потому что наши родители, во-первых, слишком много флексили вместе, а во-вторых, потому что моя мама, Серафима, твоего брата, вроде... Крестная. Крестная мама. А это уже как бы, ну, можно сказать, почти родство или неродство, и все такое. Вот. Ну и, собственно, вот я их знаю с миллиона лет, с рождения. Меня с рождения. Меня нянчил. Да? Да. Да. Это я делал, да. Да. Я нянчил. Вот. У нас же есть вот эта фотка, где ты стоишь вот так вот на руках, я из роддома, вот такая вот. Вот, смотрите, это мы. Я не знаю, сколько лет. Вот, собственно, вот я, вот тот самый Серафим. Ну, и вот... Рубашка топа Серафима. Ну, вот. А он, я выглядываю. А что это было? День рождения какое-то? Это у меня был день рождения. Я вижу, ты очень рада. Я очень рада. А нам тогда циркачи приехали, и она на Валте была, не знаю. Обезьяны тоже не очень довольны. Меня заставили, кстати, трогать обезьяну. Мне не очень понравилось, как вы можете. Я не смотрю в кадр, я смотрю и говорю, типа... Помогите. Когда можно убрать руку от обезьяны? Можно? Вот так. Я трогаю обезьяны. Ну, я их боюсь до сих пор. Так, что у тебя есть? Че есть эта травма? Так. Давай-давай-давай-давай. Дальше, что меня твоя мама скинула. А, это я вроде показывал. Да. Ну, собственно, теперь-то можно новым взглядом посмотреть, потому что тут здесь прям сидишь рядом. Значит... Ну, это камрип, как вы понимаете, под Сантре. Тут... Это подвал у нас дома. Да, я хочу купить... Я когда мечтаю о доме, я думаю о их доме, потому что там топ. Там вот есть подвал, где можно... Ну, я не... Он как дом размером снизу. Как дом, да. Но по площади гигантская площадь. Там три комнаты. И стоит еще пианино, на которой она лобает топово. Вот это вот смотрим. Значит, вот мы все вместе. Я не знаю, что мы делаем. Как будто молишься. Да. Потом нет. Наверное, на гитаре играешь. Вот так. Вот это вот, короче, так вот развлекались мы. Так было круто у нас там. Вот хитяру исполняли. Я думаю, что если со звуком послушать, может быть, понятнее будет. Но я боюсь слушать звук. Занее. Так, сейчас, еще. Значит, вот эти вот потрясающие танцы, это уже, значит, свадьба. Так, это десятый год, это мне восемь лет. Ну, топ, топ. Но это любовь была, понимаешь? Это была любовь. Топовая, реальная. Так, а что еще там? Сейчас, сейчас, сейчас. Там, по-моему, ты лезгинку танцуешь. Значит, смотрите, да, тут вообще топ происходит. Я что-то куда-то позвали, или она куда-то пошла. Не растерялся. Блядь, это самый ужасный кринж. Это топовый. Сейчас еще что-то у меня есть. Вот так вот мы клево отдыхаем. Обожаю ездить, господи. Кушаем там, шарики. Ухаживает, ухаживает. Наливает. Вот, мы там нормально. Что-то еще. Серафим бегает. Сам собой играет, невоображаемый друг. Так, а теперь, а теперь рассказывается история. Теперь ты рассказываешь. Собственно, что потом случилось? Каким образом ты решила такая? Типа, вот я сейчас кушала с пятеркой на день рождения. На свадьбе была. И потом, ну, вот сейчас я стану певицей. Как случилось? Как этот путь? Пять лет. Я сказала, что я хочу петь. И меня ввели просто в церковный хор. Так. Я до сих пор там пою. Ничего себе. Да, да, да. Я сначала хотел сказать. Хуйня какая-то. Я сейчас что-то, блядь. Спасибо, что не держался. Давай, давай, сходим, послушаем. Блядь, так круто, церковный хор. Ребята, надо сходить будет, послушать. Да, обязательно, приходите. Я всех жду. Так, а, подожди. Ты реально по воскресеньям ходишь там пою? Или как? Не всегда, не всегда. Да, мне кажется, если там по работе, я не успеваю. А так вообще, да, появляюсь. На праздниках, на ночных службах там пою, да. Ничего себе. А прям на каким-то старом языке или как это происходит? Там на разных. Там и древнерусский, и славянский. И мы на армянском пели, и на английском пели. Все вперемешку. Все могли. Делай. Что-то, ну, как это работает? Так, подожди, ну это молитва, я что, их петь буду? Я могу видео. Нихуя. Извиняюсь, в Суе, это в Суе было. Капец. А почему это, ну, звучит хотя бы весело? Ну, потому что это рождественское песное пение. Это как калятка. А также перепета на английском, которая... Ну, да-да-да-да-да. Вот это она же только... Окно, а дальше, ну и что ты, ты пошла в пять лет. Ну, пять лет никакой голос, ну, не сформировала ничего. Нет, конечно, это я так, там, визжала на первом Сопрано, высоко все, что могла. Да, Сопрано, ну, все вы знаете. Это сериал, если что. Это самый... Это... Есть разновидности голосов. Это самый высокий голос. Так. Вот. Потом Серафим заикался очень сильно, его повели на занятие вокалом, чтобы он перестал заикаться. Подожди, а ты еще, я помню, картавила, и тебя как-то что-то... Не, не картавила, я шепелявила, я что-то так... Ага, и что? Так, как я говорила. Ну, и как? Ничего, к логопеду ходила. У меня это исправилось быстро, но у меня иногда... Это не операбельным путем, это ты просто ходишь и тренируешься? Нет, мне подрезали. У меня... Эту штуку мне подрезали вот так. Ничего себе, фуууу. Да. Вот, а потом просто к логопеду очень долго ходила, но у меня до сих пор в треках проскакивает, типа, у меня там чистят, потому что у меня... Вот так вот где-то есть, прям шипящий очень сильно. Вот, и все, я пошла тоже на вокал вместе с Серафимом. Сначала пришла просто посмотреть, потом они такие, давай мы тебя тоже послушаем. Я спела, все, я попала в театр... Ну, это как студия, она называлась Театр Браво. Все, я там начала везде петь, выступать, у меня там бешеные эмоции, ездить по разным городам. Это уже сколько лет тебе? Это я была там с девяти до тринадцати я там была. Так. Потом произошел... Ты, кстати, ну, очень клево, видно тебя. Я забываю, что камера там, я смотрю сюда. Так, и... Так, вот, произошел конкурс, и там один из призов, получается, там были несколько мест, я их не взяла, ни одно из трех. А сейчас бы взяла, ну вот сейчас ты уже, ну, какой твой уровень, вот, ты жесткая прям? Высокая, конечно, и жесткая. Не, ну ты, ну прям, жесткая рейвершка. Бля, если я с пяти... Нет, не рейвершка. Если я с пяти лет пою, у меня, блядь, вот такой багаж. Во-первых, репертуара, сколько всего могу спеть, и у меня широкий диапазон. Я могу и вверху петь, и внизу, то есть... А я где могу? Ну, ты меня как оцениваешь, вот, как исполнитель? У тебя, у тебя ближе к баритону, это... И даже, возможно, тенор. Тенор — это очень редкий голос, то есть это мужской, высокий голос. Вот. Сила. Не, ну, поняли? У меня редкий голос. А как мне... Это вообще никогда не поздно, или это реально там с пяти лет надо... Нет, никогда не поздно. Петь можно учить вообще любого человека. Слышать не всегда. Есть люди, которые, ну вот, там, он влажает, мимо поет, он не слышит. Он не слышит ни ноты, ни музыку, то есть, ну, может петь в других тональностях куда-то не въезжать, но у него может быть голос. Вот, поэтому голос можно развить у всех, да. А слух не всегда, это очень толко, и не всегда это получается. Я так, ну, я не могу, значит, в таком случае себя сдерживать. Ты должна послушать мой рок-трек. Ты давали мне свободу. Это ты поешь? Это я, да, я. Ты послушай и скажешь потом. Ой, теперь занят я любимой своей игрой. Здесь я сам могу выбрать, кто я такой. Кто я такой. Ах, кто я такой. Ах, кто я такой. Кто я такой. Меня все заебало, в жизни все так сложно. Под учебу, работу совмещать невозможно. Свое место я не найду нигде. Мое место только в любимой игре. Тут могу стать я мэром целого города. Стать президентом и рулить народом. Я куплю себе землю, стану бизнесменом. Все, что в жизни опасно, в игре уже сделал. Немного не надо, жизнь моя демпендант. Там осуждительные дальше строчки. Собственно. Первое, что я слышала, ты здесь тембр сделал, как батарейки. Да, 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 да. Да, нет, да, да, да. Нет, ну, вот оно как легло, вот я услышал музыку, и вот оно как легло. Что скажешь? Ну, оно и легло. Ну, я гений или ну так? Нет, это интересно. Это вот мой первый опыт. Нет, это интересно звучит, типа, у тебя есть слух. Звучит такое, типа, слушай, хуйню ты мне, блядь. Да, да, очень прикольно, да, больше никогда не ставь в жизни, пожалуйста. Нет, почему? Я вам такое послушала, звучание приятное, и ты же слышишь. Типа, если ты попадаешь, у тебя есть слух. Да, наверное. Ну, прикиньте, я крутой какой. Вы слышали? Мне лучшая певица мира сказала, получается, что я... Получается, да. Я жесткий, я жесткий. Ну, так и? Я выиграла под промо-поузготовка «Голос дети». О, так. Да, я готовилась год. Мы отснимали там кучу материала, ездили по клубам, каких-то, короче, ну, отснимали. Мой вокал, мои выступления, там куча фотосессий, потом записи в студии. И все, мы отослали. Я приехала в Москву, но я прошла там первый этап. То есть, там для самих этапов, которые крутятся по телеку, там есть еще миллиард этапов до них. Ага. Вот. И я приезжаю в Москву, я прохожу там, два этапа. И потом мне говорят, типа, вот такая движуха, есть до какого ты, типа, хочешь дойти этапа. То есть, там, дуэли, вот эта вся ерунда, финал. Типа, вот есть комната, типа, там сидит несколько продюсеров. Как? Ты заходишь в эту комнату, ты поешь. Ага. Если им нравится, то есть, там, кому-то из них, то он тебя забирает. То есть, ты платишь ему деньги. Он начинает тебя, то есть, там было в долларах, блядь, до того, для того времени это было, ну, до хера, наверное. Ага. Там, нуля, три, четыре, вот так. Вот, то есть, и вредом том, что это, как бы, я встаю, блядь, мне 14 лет, и это говорят мне, не моей маме, не, там, с кем я приехала. Вот, то есть, не моему педагогу, то есть, меня отводят, такая, вот такая движуха. Типа, вот туда зайдешь, споешь, понравится, заплатишь, и, ну, то есть, за каждый этап придется доплачивать. Тур, да, за каждый тур ты будешь доплачивать, чтобы дойти, там, да, в финал, да, какого ты хочешь. Сколько денег у тебя, короче, хватит, до какого этапа дойти. Так. Вот, ну все, я стояла в ахере, я сказала, что я не буду платить. Все, я не прошла, блядь. Вот это да. Мне было денег, мне было очень жалко, я не хотела. Я даже такая, блин, за меня не надо платить, я и так талантливая, не надо, вот это ничего. Сейчас, я думаю, надо было, наверное, заплатить. Не, не, мы такое отсуждаем, естественно. Это во сне у нее было, ей приснилось. Да, не было такого, не было. Так, подожди, ну, а там реально, то есть, ну, по сути, только какая-нибудь дочка овер-бизнесмена какого-то шестого может пробиться. Конечно, а вот же был скандал на детском голосе, то, что выиграла какая-то чувиха, и она явно проигрывала по данным, по внешке, ну, то есть, вообще, в общем, проигрывала. Ну, блядь, так получилось, что она выиграла, оказалось, что она там какая-то дочка одного из продюсеров этого шоу, и то, что, блядь, там вообще все понятно. Поэтому там был огромный скандал, ее лишили, типа, права победительницы, но другому победителю ничего не отдали. А, даже так? Просто такие, ну, ты будешь не победительница, и все, следующий сезон снимаем. Капуцк, ужас. На этом мы закончили. Ужас. А в какой момент ты поняла такая, то, что я, ну, учусь в обычной школе, меня это стопит, я хочу, там, в музыкальную, или куда-то там, пожалуйста. Я перевелась, это, в интернат я перевелась. Так. Это был пятый класс, я понимала, то, что у меня начинается, там, второй язык, я не успеваю, у меня там душат, то есть, и все. В принципе, ну, в этой школе неинтересно, и появляется вариант поступить, можно школу называть или не надо? Да, 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 да. Санаторная школа-интернат, 28. Это все поняли, это все сразу поняли, да. Вот, и она, то есть, они каждый год в этой школе ставят громадные мюзиклы, сами шьют костюмы, огромные декорации, то есть, они выезжают с тем мюзиклами, ездят, то есть, по области, выступают. Я такая, бля, надо туда, ну, вот, сто процентов, все, я в пятом классе перехожу туда, я пришла в вторую четверть. Сейчас, прошу прощения интернью, там, моя мама посмотрит, твоя мама посмотрит. Вот, ты сейчас сказала, бля, это она, вот, нормально. Мама, заткни уши, переводай. Так, так, ага. Вот, все, я перевожусь, это вторая четверть, и как раз... А, подожди, а там уклон какой-то есть голосовой, или ты просто пошла, потому что душила? Нет, я просто хотела, там очень огромное количество, типа, концертов, там, на любой праздник вообще, на любой, то есть, практически каждый день, там, каждый месяц у нас были концерты, естественно, все, я влетала туда, я выступала, выступала, набирала, представляла школу на различных, там, конкурсах, выезжали мы в Москву, в Питер. А, как ты думаешь, у меня красный аттестат? Нет, я не была отличницей, я сама, я не хотела, но они потом в восьмом классе мне говорят, типа, ну, ты, типа, очень много выступаешь, ты едешь, представляешь школу, чё ты, типа, хорошистка, давай, ты будешь отличницей, как он, давай, я нечего отказываться буду. Я говорю, ну, в принципе, всё, у меня начало становиться стрёмно, я начала нормально учиться, и вылезла, всё, у меня аттестат красный. Капец. Так, и дальше что? Ну, вот, ты закончила шкилу, и? И шкилу. Я видел ещё у тебя в Инстаграме, что-то такая, типа, а я вообще не хочу никуда на высшую идти, меня это стопит. Да, не хочу. Так, ну. Потому что сейчас я заканчиваю своё среднеспециальное, вот, у меня там специальность музыкального образования, я вообще препод. А, ты теперь можешь ещё... Я педагог. Ты теперь меня, типа, можешь учить исполнять рок? Я уже учу, я работаю, да, я преподаю вокал. Слушайте, она мне написала, значит, когда мы сможем с тобой постримить, а то у меня работа, я думаю, что ты, как в Макдональдс пойдёшь, блядь, эти бургеры делаешь. Он такой, а сейчас мне говорит, я педагог, я преподаю. Да. А ты детей обучаешь? Да, да, детей. И как? Ну, а вот как оно происходит? Ты, ну, один на один? У меня есть студия, я, они приходят, да, конечно, вокал, ну, это сольное занятие, вот. Они ко мне приходят, всё, занимаемся дыханием, постановкой диафрагмы, всё это распевание, выбираем репертуар, прорабатываем все фразировки, все ноты, я им там подыгрываю. На пианини? На пианини. Ага. На пианини. Вот, поэтому, естественно, всём прорватом полностью песни, у меня уже вышли девочки на конкурс, они взяли два первых лауреатства, вот, девять лет. Что бы это значило? Это, это предгран-при. Подожди, а ну вот в девять лет школьница девочка, ну а что-то, какой там голос, что, как это можно? Есть, есть, получается, он начинает формироваться, и потом у нас девочек тринадцать, короче, у девочек происходит ломка, это когда всё, ну, голос ломается, начинает песочиться, такое неприятное звучание, может он срываться во время пения, вот. То есть это там из-за физиологии, то есть, вот, всё, у мальчиков это позже, но вот после этого он у них ломается, и может вообще быть другой голос. А вот, и что делать, вот, ты, допустим, та, которая с пяти лет, вот ты такая поёшь-поёшь, и бац, у тебя, ну, там, в разрыве в месяц, допустим, меняется голос, что тебе надо делать, как профессионалу? Я меняю репертуар. Полностью всё? Нет, не полностью, ну, то есть, основная масса, я там до, в одиннадцать у меня началась ломка, до одиннадцати, то есть, я пела очень высоко, брала высокие ноты, и мне это, ну, мне не было тяжело. После началась ломка, начал песочиться голос, я там, всякие петухи ловила, то есть, в процессе пения, потому что там, понимаешь, и вот так вот могла соскочить просто, и всё. А я это не могла контролировать, и всё. Потом у меня ломается голос, я спускаюсь до первого альта, то есть, это там, это пониже намного. Поняли, да, все? Да, все умные, все знаете, погуглите. Вот, всё, я меняю репертуар, я меняю педагога в первую очередь. Это не обязательно, это просто там, у меня так получилось, я поменяла, но это было не зря. Поменяла педагога, поменяла репертуар, поменяла подход, естественно, ну, педагог ко мне менял подход из-за вот этой ломки, поэтому это надо перетерпеть, так сказать, в этот момент. Сколько это длится? У всех по-разному. Ну, у тебя, ладно. У меня был год. Ого! Да, это долго, это может и два года быть. Капец. То есть, ты находишься в таком пограничном состоянии, когда ты можешь себя не контролировать, именно вот связки. И что делать? А какой тогда смысл, вот это, ну, работать в это время, если работа, ну, не даст плодов? Аккуратно работать. В смысле, ну, хорошо, например, мы берем какое-нибудь сложное произведение. Ага. Вот, и мы его потихоньку учим чисто там, под инструмент, мы вычищаем, то есть, все там нюансы, чтобы нигде ребенок не фальшивил, все, то есть, он чистый. Хорошо, мы потом переходим на полный голос, он там выступает, это не значит, что он прям поет супер плохо сразу же. Просто бывают неконтролируемые моменты, где он может слететь. Надо здесь оберегающий режим, типа, меньше петь. То есть, занятие у меня там час, сорок минут, вот, как бы, в зависимости от возраста детей, и есть у них ломка или нет. Если это ломка, это может ограничиться до 20-30 минут занятия. О, но заплатить за час надо, естественно. Ага, нет. Так. Потому что оберегающий режим, это другие технологии, это другое обращение с ребенком. Поэтому, это другая методика, здесь все сложнее. Вот, поэтому, да, да, просто оберегающий режим, главное не забрасывать. Если ты забросишь, у тебя пройдет ломка, ты потом придешь и будешь просто... Типа с нуля, да? В афере, да. Прикол. Так, и кто ты сейчас? Я... В итоге. Я преподаватель по специальности, я преподаватель музыки. Вот. Именно музыки не пени? Именно музыки в школе. Ооо. У меня практика, да, уже три года. А, это самый бесполезный учитель, который, да? Кайф. Я три года веду уроки музыки. Так. Вот, я, кстати, в конкурсе сейчас участвую, WorldSkills, это лучше по профессии, да. Вау, сто процентов. Лучший педагог. Куда голосовать надо? Всех наших педагог. Нигде. Это, это, это у меня там, это так, на уровне, типа, там, своего жюри, там, как он пришел, раз, все. А что, подожди, а что это, 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 что это было? Жюри отписали, и все. А, да, ладно. Типа, ни от кого не зависит, только вот, там, от трех членов жюри, и все. Ага, ага. Они там выставляют оценки, суммируют, и потом прошел, не прошел, типа. Так, и вот сейчас сколько лет, шкати и планы, и мы подведем к тому, как же ты попала на великолепный трек Пиглины. Как так случилось? Девятнадцать лет, планирую успешно закончить, среднее, специальное. Потом. Не очень бы хотелось поступать на высшую, но, скорее всего, поступлю на заочку, в московский институт, нет, нет, не институт культуры, куда только, забыл, как он называется, ну, короче, в институт на эстрадно-джазовое отделение заочное в Москве. А подожди, а можно ли так, чтобы ты на высшее пошла, вот, именно в твоей профессии, но при этом не сдавать никакие ЕГЭ, а просто прийти и сказать, ну, блядь, ну, посмотри, я вот хуярю. На педагогический, на высшее могу пойти. Вообще ничего, ну, прийти и именно спеть, станцевать и так далее. Да, ничего не надо. Это что такое? До свидания. Так, Ия, Ия? Вот, я и приду в институт в Москве, то есть, из-за того, что у меня среднее, специальное, оконченное, я не сдаю ни ЕГЭ, только внутренний экзамен, творческое задание. То есть, там, исполнить две песни, в различные жанры. Ну, типа, берешь самые лучшие свои. Конечно, ну, аккомпанирую себе, еще сижу, играю, пою, это же вообще сразу еще плюсик, то, что владение инструментом, ну, плюс там по гармонии, по сольфежу, это вся движуха. Ну, это все знают. Да, туда-туда-туда, да, все это музыкально, все это сдать, и все, без проблем, то есть, ЕГЭ меня не касается. Да, крутая. Так, как ты решила, что вот, вот это невыговариваемое название, которое я хотел бы, чтобы мы поменяли, группа или что это, или это проект, или это группа? Это проект, наверное, больше проект. Мы этим занялись 18-й год, когда у меня вышла первая песня на мой день рождения, именно моя сольная. Мне брат ее написал, я еще была маленькая, мне было, наверное, 14-15, но там по содержанию не очень сходилось на мой возраст, вот он такой, подождем, вот. И мы там записали ее, выложили, конечно, прям, вау, эффекта первого не было, но я от себя кайфовала, я думаю, еба. А ты до этого исполняла какие-то каверы, или как это называется, что? Да, да, ну, то есть, я перепевала другие. А тебя могут, ну, позвать в какие-нибудь, там, типа, бары или что-нибудь такое, сказать, ну, вечер вы должны петь, вот чисто. Люди будут кушать? Очень. И за это можно денег нормально получать? Вечер от пяти. Тысяч. Клево. Крутая, крутая. Конечно, ну, плюс, это еще, ну, там, обговаривается, какой они хотят репертуар. Если это, конечно, шансон, то я помыше ручкой. Вот, типа, там, что-то современное. В Вонегин дачу я ездила. Я это не шарю все равно. Ну, это, короче, заведение высокого глаза, типа такого. Вот, у них там, конечно, репертуар, типа, там, лаунж, что-то такое на вход. Такое легкое. Ну, если люди кушают, то что? Конечно, все. Там стараться особо, ну. А концертный опыт у тебя какой вообще? Ну, то есть, как ты выступала? Огромный. У меня... Давай, ну, если не считать, что, ну, вот, в церкви ты поешь, это, по сути, тоже концерт. Концерт, ну, там ты не волнуешься. Ну, типа, большое количество конкурсов, концерты, на любые праздники, на все дни, все, там. Заказывается. Я выступаю, вообще, современно легко, я могу без репетиции. Все, я научная, мне дают песню, мне, я могу в тот же день выйти ее спеть. То есть, мне, мне очень комфортно. А как у тебя с разучиванием текста, ну, он быстро впитывается? Моментально, быстрее всего английский текст запоминается. А, да, кстати, хотел спросить, потому что, ну, когда я увидел то, что ты занимаешься, ну, прям уже в интернетусах, то очень много было именно английских текстов. Почему так? Легче всего. Я тогда пришла, когда в театр, в 9 лет, первая песня у меня была «An Angel», и там было 6 куплетов на английском. Я выучила их за неделю в 9 лет. Не типа я там сидела и вот так вот учила их, учила, нет, то есть я просто ходила ее, пела там по тексту, и все. Я пришла и спела ее наизусть. У меня не было с этим проблем. У меня очень все схвачено в памяти. Правда, я сейчас иногда альцгеймер, но это не распространяется на тексты песен, да, какие-то там дела, что-то забыть, да. Затем я сюда пришла, а на тексты песен очень, очень хорошо. К концу спросишь. Вспомню ответчик. Собственно, вот у вас есть проект. Почему именно он и почему так? Почему не какое-то сольное продвижение, а именно проект вот у Туру-Туру-Туру? У Туру-Туру-Туру. Это Игорь название придумал, я не знаю расшифровку до сих пор. Но я верю, что там что-то интересное, наверное. Вот, ну потому что я не сольница, потому что старший брат это текст, потом еще мальчик это, который вокал нам додает тоже, он не во всех треках, но он проскальзывает. Он такой, ну очень сильно у него такой ломаный голос. Собственно, я прошу прощения, надо уточнить, у них, ну давай скажем, группа, типа группа, это она и старший брат. И старшего брата вы могли слышать и в лимузине чуть-чуть на заднем плане, и в пиглинах в том числе, когда там крики давай мне золото, мы вместе с ним кричали в микрофон вдвоем. Потому что я один не вывозил, он говорит, да блядь, ты не так делаешь, блядь. Я говорю, ну подойди, давай, да подойди, покажи как надо. И мы вместе орали, там его голос тоже присутствует. Вот, и собственно, ну у вас тандем, а что дальше? Вот оно так и пойдет, но типа он-то не молодеет. Не надо, он сейчас в депрессию войдет, мне вот это каждую неделю, я старый, я не могу. У меня тоже начинается. У меня плохо, я в апатии, я в тильте, я вот. Я тоже иногда подбиваю, думаю, все, 19, это я уже, сейчас уже 17-летняя. Уже пора звездой становиться, уже пора. Очень, очень пора, да. Стан, пора. Вот, ну пока так, пока в проекте. То есть у меня есть и скорее всего выйдет еще сольное, мы готовим мое. Вот, но это пока так, оно чисто в разработке, оно там записано, ну демка у нас есть. Вот, ну. А еще выйдет, где я к ним в гости прихожу. На Пиглина они ко мне в гости пришли, а выйдет там, где я прихожу, и должно еще до концерта, как Игорь сказал. Должно до концерта выйти этот трек, там про, ну, как бы. Ну, да, мы вышли за рамки игры, чтобы там. Там про трахич, там чистый трах. Чтобы все могли оценить себя, кто не шарит. Вот, вот, кому в бункер очень понравился мой трек новый, вот вам еще и очень понравится. И еще я делал обзоры на ваши треки, я не знаю, до вас дошло или нет. Вот, если я делал обзоры. В первый раз слышу. Там, где вы вдвоем поете, и вы вдвоем, типа, друг друга любите, и все такое, вот это вот. И думаю, они брат и сестра, они брат и сестра. А теперь еще, ну, типа, я в этом должен участвовать. Там будет крутой трек, там будет крутой трек по центре, там про писи, про сиси, про все изгибы, сиси, пись. Там будет топ. А когда примерно? Примерно, да как запишемся, так и все. Завтра тогда, завтра идем записывать, и получается... Все, сведение, и все. До концерта? А, теперь по концерту. По концерту. Ты приезжаешь? Естественно. Все. Приглашение получено, соглашение тоже получено. И еще мистер Туса должен оплатить, и еще и билеты, прикинь? Вот это будет круто. И мы будем пиглинов исполнять на сцене, на концерте, который... Вживую! Сейчас закинут модераторы в чат, чтобы все купили билеты, и смогли прийти послушать. Ну, ради одного трека приедет в Москву, чтобы исполнить один трек. Но вы там будете кричать, давай еще, еще, и мы второй раз тоже исполним. Надеюсь. Ну, под разные минусы можем исполнить. Да, да, там же, блядь, там разница. Извините. На него что слышат. Там закидывай, алло, кидай, сэр охуенный, кидай. Так вот, ну, ты сидишь, и я говорю, алло, Игорь, надо трек, я хочу женский голос. Надо трек, да. Что у вас происходит? Как это у вас происходит? Он мне пишет, Кирилл хочет трек. Я говорю, охуенно. А, все. Че дай. Да, да. Все, типа, давайте, списывайтесь там, когда ты свободна, все. Но у нас сначала даже что-то тяжелого отошло. Тяжело отошло, потому что, этот, потому что я не разбираюсь в этом вообще. Очень думаю, что в Майнкрафт никогда не играла, то есть я очень долега от игры. Как ты сказала? В Майнкрафт. Вроде Майнкрафта. Майнкрафт. Я бы в Майнкрафт не играл. Майнкрафт могу говорить. Вот, и то есть там все обрелигия, которые ты мне писал, там какие-то появились свиньи. Я такая, что? Я ей расписал Википедию. Ну, я ей расписал. Пиглины делают то-то, то-то. Есть подозрение, что они произошли от того-то, того-то. Жрут боровов. Воюют с этими скелетами. Я вот это вот все расписал, и им надо было, ну, прикиньте, под незнание игры написать текст. Вот, и вот то, что она поет, вот это, как это охуенно звучит, и как это охуенно по смыслу, это не от игрока в Майнкрафт созданное было. Да, ноль, ноль. Вот. Ну, и, собственно, как оно происходит? Все, мы с тобой списываемся. Он мне кидает примерный вариант старший. Вот, то есть как это должно звучать, как он видит, типа, мой кусок. Я это все показывал, она мне кидала в Телеграме, на диктофон записанное. Да, просто рыба вот так вот тут. Вы писали кринж, а потом что в итоге получилось? Какой, ну, хитяра, разъеб получился реально. А не слышали то, что я писала? Да, да я все оставил. А не надо было, да? Да, уже. Да нет, ну, это тогда просто не очень звучало. Тут что-то у меня из компа идет музыка, а тут я вот так телефон записываю. А я всегда так демки записываю топовые. У меня, у меня, я тебе могу показать, конечно, свои демки. У меня теперь микрофон, мы перевезли ко мне микрофон в комнату такой старый, ну, именно студийный. Вот, мы от Игорева ко мне перенесли, все, я скачала FL-ку. Я там сижу теперь в ней, роюсь, копаюсь. Что-то я даже записывала маме на корпорат какую-то песню переделанную. Все, балуюсь там. А ты, ну, вот как твой рабочий процесс, ну, твой, вот мой, вот мой творческий типа процесс, твой как проходит? Ты садишься что? Ты просто распеваешься или как? У меня дома редко распеваюсь, только на работу прихожу, потому что детьми приходится орать, потому что ты показываешь, и там идет пока мелодия, она там допевает, я говорю, не так, там, еще что-нибудь, там, выше, выше, держи, там, улыбнись, открой небо, еще такие непонятные там слова, для них понятные. Да, вот, то есть там садится голос, а дома, ну, то есть это, это колонка, это фортепиано все, в основном я все начинаю под фортепиано, когда я проигрываю себе мелодию, то есть вычищаю все свои косяки, чтобы я нигде не фальшивла, пока ты, то есть проигрываю себе все, балуюсь, иногда там придумаю какой-нибудь аккомпанемент, в принципе, легко. Так ты еще можешь еще и под себя и написать что-то. Могу. Ничего себе, крутая. Ля какая крутая. Не, у меня сбыли, я начала писать стихи, меня Игорь просто, он такой, давай, давай, что-нибудь пробуй, 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 я такая, нет, ни за что, я не люблю стихи вообще, я не люблю читать, мне это не нравится, он такой, ну ты же песни, да, я же пишу стихи, я говорю, это другое, вы не понимаете, это другое. Вот, говорит, он меня задолбал, сначала посмотрела, говорю, Престолов, он меня с ней задолбал, вот, потом начала писать стихи, вот, и у нас появился кусок, и я то есть села, просто подобрала аккорды определенные, на них напела и все, записала демку. Раз, там, другие аккорды под другой текст. Если у меня есть просто аккорды, то текст просто там... Хотя бы просто мелодия, какие-то там слова. Как мы её придумали. Потом, может, послушайте её. А Тура? Это надо послушать в группе, которую скинут сейчас в чат модераторы. Модературсы. И там фрагмент именно припев, где там её, 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 её. То есть мы её просто... Я подыгрывала фрагмент на фортепиано, потом мы послушали минус, и он там читал текст, и у нас оставался кусок, пустой припев. Мы не знали, что с ним делать. Вот. И просто... Ну давай, как будто я вижу её, её, её. Он, Игорь, начинает меня напевать её, 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 её. Всё, мы это продолжили, я это вывела в мелодию. Так вообще получилось случайно. А у нас, по сути, в пиглинах в какой-то момент тоже так получился. Пиглин, пиглин, пиглин. И где-то такая... Вот этого делаешь. Это тоже на фристайле. Они записывали, ну, раза с пятого, просто разные варианты. Накидали завываний. И выбрали самый... А, или один кусок, а потом там другой завываний тоже. Да, там два склеили. Ну, вы прикиньте, это... То есть мы чуть-чуть пришли неподготовленные на запись, и там всё на фристайле, вот это произошло. Йоу, щас я как... Сделаю, щас. Сделаю это дерьмо, чувак, да! Щас, щас будет, щас. Ой. Щас там начнётся... Не выключайте ещё, щас. Щас начнётся. Ты слышишь этот звук? Это пеглиный вокруг. Засипался на секунду, твоё золото запрут. Что тебе нужно? Капать по-золоте, и забирай, чтоб дали, и быстренько вали. Где бродит жирный бора, в бастионах нет законов. Не зарстанет я нас домом, хоть и полон от своих слонов. Я хаваю свинину, хоть и сам свинёй являюсь. Мич, воткну я тебе в спину, вижу злата, ты свиня. Я спорю, брюхай, не скоро-то башня, не рост колок. Неси мне золото, парень, неси мне золото. Пусть-ка я в пламя с молоду, а мы все даем молотом. Неси мне золото. Дай своё золото! Ваши плоти города, мне не нужно полно, мне золото нужно. Твоё золото. Я про свиньки дорог, дыр, так и самая бора. Во мне все дай золото. Дай своё золото! Если броня твоя не золотая, то тебя не золотаю. Беги, в сумме, как наши, так много тари, но всё, что ты нашли, тает беды. Если броня твоя не золотая, то тебя не золотаю. Беги, в сумме, как наши, так много тари, но всё, что ты нашли, тает беды. Постой, родной, не такой уж ты простой, стоит в броне золотой, сразу видно, что герой. Прости нас, братка, за свинские повадки, в аду сжигом и так-то, тут условия не сладкие. Ты пойми нас, Лада, детей кормить нам надо, сбежали б мы из ада, но воздух хуже яда, мне в жизни всё отрадно. Люблю, как лава булькает, в одной держу я злато, другой в крови по рульку. Ебать! Но это хит, это разъёб. Если бы мы были ещё в наушниках, было бы ещё лучше. Да, да, 12 марта приходите, приносите исполнительнице нашей прекрасной розы, ну там типа на 8 марта опоздали, тебе принести, вот тебе. Вы все такие с цветами придёте, будете полконцерта вот так вот с ними прыгать, а потом ей подарите. Она повезёт в Ростов на самолёте, ей так кайф будет реально. Да где Аму? Вот! Сейчас, надо глаза закрыть, чтобы сфокусировалась. Сфокусировалась? Нет. Да блядь! А, вот! А, вот! Вот! Да блядь! Сейчас! Ну, короче, вот сюда вот! Да блядь! Вот! Вот сюда надо вам подписаться! Вот сюда! Смотрите, тут пиглинша! Вот она прямо! Вот! Ставьте ей там лайки! И всё такое! Да, Марина беременна, это правда, но я потом всем расскажу. Вот как тебе вообще, звёздное твое имя? Софи Софар? Очень интересно! Софи Софар! Софи Софар! Это старший брат придумал, это вообще два слова, софар, это переводится как так далеко. И то есть у меня была первая песня, мысли, там было что-то ты, ну, смысл, то, что ты ко мне так рядом, но, типа, душой далеко. и он такой, ну, давай вот так. Вообще был вариант Туташки, он меня в детстве называл, Софико Туташки он меня называл. Да! Да, 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 это правда. Да, да, всё, сначала думали Туташки, потом он такой, не, давай чё-то, нормально, всё, софар. Ну, вы все поняли, все быстро подписались, да, да. Собственно, что, он находится, не, ладно, а тебе надо ждать таксишку, или ты на машине? Нет, нет, мне мама забирает. Она ждёт, да. А, реально? И она сейчас смотрит? Нет, надеюсь, что я не дала ссылку. Слава Богу! Я вырежу какие-нибудь куски, покажу. Ладно, нет, я потом тебе скину на резчики, сделаю. серьёзно, она ждёт уже, ты не будешь мертвы? Тогда, сейчас я провожу дому по центру. Всё, всем спасибо, было радо!